Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Перед началом курортного сезона мы должны навести в своем доме порядок, чтобы было чисто, чтобы гости, которые к нам приедут, да и нам самим приятно было здесь находиться. Десант чистоты. На курорте продолжается всекубанский субботник. Они сюда поднимутся, подставят крючок и поддержат. Люба. В Анапском районном казачьем обществе прошли выборы атамана. Так много людей сегодня возвращаются к нашему богатому, красивому русскому языку. С любовью к родному языку. На минувших выходных все желающие приняли участие в тотальном диктанте. В Анапской Единой России выбрали тех, кто будет курировать 14 партийных проектов, утвержденных на базе тезисов послания президента России к Федеральному собранию. Проекты будут способствовать развитию курорта, а также повышению качества жизни. Брошюра с основными тезисами президентского послания к Федеральному собранию этого года. Такую получил каждый из участников заседания, а также приглашенные. Фактически, это список задач. В их числе в два раза уменьшить число бедных, почти в полтора раза увеличить средства, выделяемые на охрану материнства и детства, повысить среднюю продолжительность жизни с 73 до 80 лет, удвоить расходы на развитие городов и сел. Президент особо подчеркнул, что все, что сегодня происходит в мире и вокруг России, должно сплотить наше многоциональное общество. Эти слова напрямую обращены к народу, а значит и к нам. Мы должны сохранить в Анапе и на Кубани устоявшуюся стабильность, межнациональную гармонию и духовное единство. Выполнение задач, которые обозначил Владимир Владимирович Путин в послании, невозможно без качественного обновления, модернизации всех партийных структур и направлений деятельности, выработки новых современных способов работы. Исходя из этого, «Единая Россия» выделила 14 направлений. В частности, в городе-курорте партийный проект «Культура малой родины» будет курировать депутат горсовета, директор Дома культуры Станицы Анапской Светлана Хижняк, проект «Российское село», ее коллега и директор сельхозпредприятия Геннадий Демурчев. Проекты касаются всех аспектов – экономики, социальной сферы, безопасности, защиты прав потребителей. Есть проект под названием «Новая школа», что для Анапы весьма актуально. Они будут показателем нашей активности, нашей работы на месте для того, чтобы не только федеральный центр увидел то, что мы здесь делаем в рамках тех программ, которые разработаны и будут внедряться, но и сами наши жители были уверены в том, что эти программы помогут им улучшить качество жизни, комфортность пребывания на территории, но и только жители, и гости в том числе. Заместитель главы города-курорта Валерий Королев отметил, что включаться в работу необходимо уже сейчас. Впереди государственные праздники – 1 мая, а также День Победы, Чемпионат мира по футболу. В городе-курорте будет базироваться сборная Дании, а также курортный сезон. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Валерий Плотников переизбран атаманом Анапского районного казачьего общества. В городском театре прошел отчетно-выборный сбор. На краевом уровне отмечают, что анапские казаки по многим показателям одни из лучших в крае. Есть куда стремиться, однако это скорее не недостаток, а стимул к дальнейшему развитию. Знаменная группа в парадной форме. Заместитель войскового атамана Николай Перваков отметил, что за исключением единиц, все более чем четыре сотни представителей хуторов и станиц одеты по уставу. В нем же прописана процедура избрания атамана, гимн России, гимн Кубани, помянуть ушедших стариков и павших, а к любому делу приступать, помолясь. Пасхальные торжества продолжаются, поэтому и тропарь соответствующий. Ответ каждый из выступавших держит не только перед товарищами, стариками и начальством. За те пару часов, пока символ власти стоял бесхозным, Исаула Валерия Плотникова минимум дважды называли не иначе, как «батькой». Если где-то какие-то вопросы, мы знаем, что у нас есть Анапска района Казачьей общества. Если мы туда позвоним, они сюда поднимутся, подставят плечо и поддержат. Сегодня идет нормальное взаимодействие с властью, с главным поселением, с силовыми спортугами и властью районной. Один из ключевых показателей – за пять лет численность анапского общества увеличилось на 479 человек, почти до 2400. Сегодня дружина по охране государственной границы на первых местах. Специальный кубок пограничного управления отдан анапчанам на вечное хранение. Взяты под охрану социальные объекты, а 97 казаков патрулируют улицы вместе с полицией. Сегодня при мощнейшей поддержке губернатора Краснодарского коллеги, и от амана кубовского казачьего войска Николая Александровича Далута, сегодня мы имеем возможность в администрации те вопросы, которые перед нами сегодня ставит Анапское районное казачье общество, решать более оперативно, более свободно. Но я уверен, что мы все вместе добьемся, когда про нас с вами скажут, что Анапское районное казачье – не только одно из лучших, а самое лучшее в войске. Спасибо. В конце минувшего года в Юровке открылась первая казачья школа. У общества выходит еженедельная газета. Валерий Плотников отметил, что успех общий. Участвует во всех мероприятиях, занимает лидирующие позиции по многим вопросам, по многим делам. Поэтому я хочу сказать, да, движется общество вперед, есть перспектива, есть у руководства знания, опыт. Это второе общество в войске по увеличению численности, и оно самое многочисленное. Также, значит, по форме одежды, по военно-полевым сборам – хорошая организация, именно в Анапском районном обществе. Потому что мы проводим военно-полевые сборы для того, чтобы где-то, если чрезвычайные ситуации или непредвиденные случаи, Анапское общество показывает себя одной из лидирующих. До этого практически во всех станицах и хуторах предложили переизбрать действующего атамана на третий пятилетний срок. Альтернативных кандидатов не выдвигали. В итоге – 402 за, 7 против. Будем работать, как и работали, только еще чуть-чуть лучше. У нас еще задача – это одна школа казачьей. Надо, как минимум, три в Анапском районе сделать. Увеличить численность казаков Анапского района, чтобы мы выполнили устав Кубанского казачьего поиска, и в нашем районе было 2,5 тысячи. Чтобы эти казаки были все коммунитированы, здоровые. Мы также будем стоять на защите государства российского. Все, что от нас требуется. По словам Николая Первакова, теперь задача – дальше следовать проложенным курсам. Отдельные недочеты – это повод поставить новые цели и к ним стремиться. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Тысячи жителей муниципалитета приняли самое активное участие в субботнике в рамках Краевого месячника по благоустройству. На большинстве территорий уже чистота, поэтому анапчане решили навести дополнительный лоск. Вместе с тем особое внимание уделили территориям, у которых, возможно, и есть владелец, но по факту они стаются бесхозными. Первые мешки наполнились менее чем за час. Это лишь часть команды волонтеров серебряного возраста. Всего в район Высокого берега вышли порядка 50 участников движения в городе-курорте. Все пришли, потому что мы очень активные. Мы хотим, чтобы наш город был чистым. В любом деле хотим принять участие, потому что мы позитивные. У нас активная жизненная позиция. И вообще мы просто любим наш город. Мы хотим, чтобы здесь было хорошо. Таблички во дворе 4-го дома по улице Чехова, напечатанные и написанные от руки, решили покрасить все, что только можно. Зоны ответственности распределили по подъездам. Все, что находится напротив, и сами входные группы. Сергей Горьковенко живет здесь с 1985 года, момента сдачи дома. В субботниках принимает участие не всегда, но обязательно, если есть возможность. Жизнь – это ж такое дело. Зашел, глаз радуется, душа радуется, культура. Как иначе. Вы же у себя дома там тоже убираете, белите все. Так и здесь. Это территория общественного самоуправления номер 25. Похожая картина возле всех 10 домов, которые в него входят. Материалы выписали в управляющей компании в счет платы за содержание домов. Так как рабочая сила своя, из сметы исчезает едва ли не самая затратная часть. В итоге за те же деньги объем выполненных работ больше раза в два. Эту мысль стараются донести в том числе до молодежи. Я им объясняю, вы понимаете, что сейчас вокруг все. Не колхозная, а наша с вами. Если квартира там моя, и земля вот здесь тоже моя. И я ее должна содержать. Это уже далеко не первый субботник. Чисто там, где прошлась хозяйская рука. А это один из своеобразных медвежьих углов. Кто-то заботливо сложил строительные отходы прямо в мешках. Возможно, предвидел, что весной сюда придет команда добровольцев. В рамках месячника по благоустройству, который объявил губернатор и по поручению главы Юрия Юрьевича Полякова, сегодня с общественностью организовали такой субботник. Наводим чистоту. То есть наш любимый город, наш дом, где мы должны всегда жить в хорошей, комфортной среде, должен выглядеть красиво. И перед началом курортного сезона мы должны навести в своем доме порядок, чтобы было чисто, чтобы гости, которые к нам приедут, да и нам самим приятно было здесь находиться. В целом настроение у всех позитивное. Ольга Бопова возглавляет Анапское отделение опоры России, общероссийского объединения предпринимателей. Готова агитировать коллег за то, чтобы возле каждого объекта была хотя бы одна урна. Продвигать идею на общественном совете при главе города. Это нужно сделать, чтобы хотя бы одна урна была возле каждого магазина. Я только за. Я тоже за это. То есть сама иногда ищу куда выбросить какую-то там бумажку, если ребенок съел шоколадку и хожу с ней. Несу в машину, чтобы потом уже где-то там дома выбросить, потому что не хватает, да. Вместе с тем важно, чтобы возможности совпадали с желанием донести мусор до урны или контейнера, а не сбросить по пути. По словам Евгения Азизова, информацию о самых проблемных точках, таких как эта, доведут до главы. Чистота и порядок должны стать системой, а добровольцы обязательно придумают, чем бы еще полезным заняться. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. На курорт пришла весна. Погода позволяет коммунальным службам города подготовить курорт к майским праздникам. На ряде объектов работы уже завершены. Основные направления деятельности на данный момент – это благоустройство территорий, высадка зеленых насаждений, покраска бордюров, урны, лавочек, а в Орехово роще обычный фонтан станет поющим. Новая велосипедная дорожка принимает своих первых посетителей. Проложенная вдоль Пионерского проспекта от Дельфинария до Санатория Кристалл, она соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемых к спортивным объектам. Протяженность более полутора километров. Коммунальщики уже сделали специальную разметку и установили дорожные знаки. Такие объекты, как велодорожка, очень важны. Я сейчас еще по ней проеду первый раз. Пока еще впечатлений нет, но судя по тому, как начинается, она очень хорошее впечатление. Большая работа ведется и на Симферопольском шоссе. Здесь сотрудники Римстроя продолжают готовить площадки для установки военной техники. Уже, возможно, совсем скоро у анапчан появится еще один музей под открытым небом. На данный момент сегодня установлено уже 450 дорожных бордюров. Готовятся под заливку бетонов. Все это 8 карманов. Значит, 8 экспонатов будет стоять там военной техники. Общая площадь составляет в пределах 1800 квадратных метров. Бордюры дорожные выставлены. Дорога на сегодняшний день размечена будет выставлена. И будем ожидать завоза бетона. В курортной зоне города также ведутся коммунальные работы. На набережной рабочие красят столбы, урны и лавочки. На площади перед городской администрацией высажены тысячи цветов. Проверяется и запускается в действие система автополива. Но, пожалуй, самым главным событием стало открытие фонтанов. Они прошли тестовые проверки и сейчас полностью готовы к эксплуатации. Уже сегодня вечером у всех жителей и гостей курорта будет возможность увидеть, как фонтаны поют. Красочное представление можно увидеть каждый день с 7 вечера без выходных. Такой же поющий фонтан заработает и в Ореховой роще. Там под музыкальный аккомпанемент песен 70-80-х годов все желающие смогут насладиться красотой арт-объекта. Руслан Душевский, Анапа, регион. В городе-курорте прошел 15-й по счету тотальный диктант. В акции приняли участие тысячи человек по всей России, желая проверить свое знание родного языка. Анапчане писали текст на двух площадках – в литературной кофейне от АДАЯ, а также в филиале Московского государственного педагогического университета. В общей сложности собралось 215 человек. По словам организаторов, акция с каждым годом набирает все большую популярность, привлекая разновозрастную аудиторию. Наталье Винокуровой 62 года. В тотальном диктанте она принимает участие впервые. По словам пенсионерки, в прошлом году не смогла правильно зарегистрироваться. В этот раз помог сын. По ее мнению, учиться нужно в любом возрасте, а тотальный диктант – отличная возможность освежить свои знания. Себя проверить хочется. Когда-то я очень хорошо знала русский язык, безошибочно писала. И сейчас еще иногда коробит, когда читаешь какие-то медные газеты, там ошибки бывают. Прям не люблю. Ожидаю, что справлюсь. Мне кажется, что я без ошибок напишу. Автором произведений стала писательница, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина. Она создала три текста для соседствующих регионов страны. Это сделано для того, чтобы жители разных часовых поясов не успели обменяться информацией. Как говорят диктаторы, важно не только грамматически, безошибочно написать слова, но и тонко воспринимать интонацию. Когда автор осознанно пишет текст, он понимает, что в тотальном диктанте будут участвовать самые разные возрастные группы. И вот здесь, в аудитории, мы видим людей разного возраста. И это очень здорово, что наши анапчане решили принять участие в этом диктанте, проверить свои возможности. И радует то, что так много людей сегодня возвращаются к нашему богатому, красивому русскому языку и хотят на нем говорить правильно и писать правильно. Я люблю свой язык. Мне интересно проверить свои знания, насколько я в этом разбираюсь. В МПГУ в акции приняли участие 150 человек. При регистрации каждому был присужден индивидуальный идентификационный номер. Результаты тотального диктанта можно узнать в личном кабинете на сайте totaldict.ru после 18 апреля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион. Во Всероссийском детском центре «Смена» подвели итоги мероприятий, которые были посвящены Международному дню космонавтики. Здесь организовали для ребят интеллектуальные игры и мастер-классы. По словам организаторов, участники центра активно интересуются космосом. Их любознательность была подкреплена не только викторинами, но и наглядной демонстрацией обмундирования космонавтов. Где родился Юрий Гагарин? Как зовут первую женщину-космонавта, вышедшую в открытый космос? Игра состоит из трех конкурсов. Все вопросы посвящены теме космоса. В первую очередь, такие дни – это память для нас. Мы не забываем своих героев, знаем, как их зовут, помним их имена и чтим их память. В мире 552 космонавта. Из них 121 из нашей страны. Шесть раз – это на сегодняшний день максимальное количество полетов в космос, которые совершил один космонавт. В полете космонавты живут по Гринвичу. У них нулевой часовой пояс. Это и многое другое ребята узнают во время гагаринского урока от заместителя руководителя космоцентра Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олега Захарова. Наша цель – это знакомство с детьми, чтобы их познакомить в такой замечательный день, как Международный день авиации и космонавтики с направлением космоса. Дать им возможность на фоне наших быстро меняющихся событий в жизни немножко остановиться на таком великолепном явлении, как космос. Встреча проходит в форме диалога. Сменовцы активно интересуются темой космоса. Первый вопрос – это со скольки лет можно стать космонавтом? А второй вопрос – это сколько примерно раз за жизнь космонавт летает в космос? Космонавтом можно стать до 35 лет, но для того, чтобы поступить к космонавту, должны закончить высшее учебное заведение, желательно инженерное, потому что это наиболее востребовано, или любое высшее учебное заведение. Как выглядит скафандр, что необходимо делать космонавтам в экстремальной ситуации и чем питаются в космосе? Об этом сменовцы узнают на мастер-классе от сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В открытый космос все космонавты отправляются со специальными экстремальными блоками. В трех сумках находятся вода, еда и медикаменты, которых хватает до 2-3 суток. Например, 6 литров воды помогут двум космонавтам выжить до помощи в течение 48 часов. Каждый блок подписан не потому, что космонавты забывают, или я забыл, или вы там забыли, а потому что в экстремальных ситуациях память всегда есть такое свойство. Иногда подзабывать и отказывать. В средстве ситуации. Поэтому надо там достать накидки. Раз посмотрел, достал. Во время мастер-класса у ребят есть уникальная возможность по мере скафандр «Сокол» весом около 10 килограммов. Его надевают перед выходом в открытый космос. Она довольно герметичная. Не полустает ни воду, ни газа, ни дыма. Обалденные. Я правда думала, что они тяжелее. Ну, как бы весит 10 килограммов, немного тянет вниз, но все равно очень-очень классно. И все равно хочется как-то взлететь в космос. Очень хочется сейчас прямо в ракету сесть и полететь. Главное условие для пищи космонавтов – долгое хранение. Высокая калорийность, и она должна мало весить. Мальчишки и девчонки смогли попробовать один из любимых блюд российских космонавтов – творог. По словам ребят, мастер-класс оказался очень интересным и познавательным. А 12 апреля – это одна из самых важных дат в истории нашей страны. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 17 апреля в Анапе ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем – до плюс 16 градусов. Ночью прохладнее – 12 выше нуля. Ветер переменный – от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров – отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», «Анапа», «Самбурово», «254». Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова